МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Высокопитательная культура, белка в плодах содержится от 25% и выше. Причем этот белок аналогичен белку мяса, но плюс к этому он еще более полезен. Незаменимые аминокислоты содержат, хороший минеральный состав, макро-микроэлементы, умеренное содержание клетчатки. И все это позволяет фасоли отнести к разряду диетических продуктов. Рекомендуемая норма потребления бобовых – не менее 50 граммов в сутки. С одного квадратного метра фасоли нового сорта можно собрать до 5 килограммов урожая. Каждый стручок около 20 сантиметров длиной, а внутри – мясистые плоды. Называется этот сорт молюме. Его выводили целых пять лет. Кстати, кроме способа отборов, селекционеры применяют еще гибридизацию. При гибридизации мы подбираем исходные родительские линии для решения поставленных задач. Чаще всего это государственные задачи по импортозамещению, по производству фасоли, как в промышленных масштабах, которые можно убирать механизированно, так и, как я уже говорил, при усадебном использовании на дачных участках, когда это можно в течение вегетационного периода обрывать, и постоянно будут нарастать новые зеленые бобы. В кулинарии такой сорт просто незаменим. Любители лоббио и вегетарианцы оценят его по достоинству. Только не забывайте, что употреблять даже такой полезный продукт нужно в меру. Елена Морозова, Станислав Трифонов, телекомпания Одинцова.